Одним из тех людей, которые еще год назад и полтора года назад говорили, что в принципе задача для Украины ценностью являются люди, это важно понимать. И вопрос границ 1991 года должен определяться сквозь призму этой ценности, что люди, которые находятся на передке, солдаты, офицеры, которые на передке находятся, они по-другому смотрят на вот эти кричалки по поводу того, что граница 1991 года и ни шагу назад. Как ты сейчас смотришь, условно говоря, на задачи Украины по... Даже не так, я сформулирую. Как ты сейчас видишь задачи Украины в этой войне? Вот спустя 21 месяц войны. Смотри, ну в любом случае не морозить. То есть ни в коем случае не бой Минск-3. Ну, возьми, масса конфликтов, которые ничего не подписывали, нигде, да, и как бы, ну как-то там давно все там затихло. Но дело в том, что смотри, у нас есть главный, ключевой фактор. При наличии ресурсов мы можем решить все задачи, но нам эти ресурсы на сегодняшний день не предоставили. Предоставят или нет, неизвестно. Вот, известно будет, ну прямо скажем, вот одна из моих версий, что мы получим достаточно много оружия перед выборами для того, чтобы весной, точнее не весной, а летом, к концу лета закончить победой, как бы, эту операцию. А основанием, так полагать, это близость к выбору в США. То есть Байден, на самом деле, там есть у него там с Конгрессом дружба, нет. У него такие рычаги и без Конгресса мощные, что он может предоставить нам очень много. У него никто еще не отобрал этот лунгизм, между прочим. Он его может в любой момент запустить. И какое у него будет наполнение, там нам как бы тапочки кроватные пришлют, там, или обучение, там, я не знаю, чему-то там. Или нам просто пришлют на эти деньги, там, снаряды и атаковцы, и самолеты, там, и так далее. То есть это, вообще, вот эта помощь военная, американская, которую мы получаем, она выглядит как-то очень неискренно. То есть мы получаем не совсем то, что, как бы, нам необходимо для победы. Иногда мы это получаем крайне поздно. И, причем, не то, что нам необходимо для победы, а то, чтобы мы хотя бы несли потери поменьше. Да, вот эти, допустим, атакамсы кассетные нам дали, я уверен, что исключительно потому, что мы начали нести большие потери от авиации. И нам сказали, ну, ладно, получите атакамсы, решайте эту проблему. То есть мы отгоним сейчас штурмовую авиацию, вертолеты, так, немножко подальше от переднего края, и, соответственно, у них будет самолеты-вылеты там подальше. Но это все равно, что меньше самолетов сделать, если их выкинуть вот так за 170 километров от фронта. Это все равно, что их будет меньше. Там вот, допустим, исторический факт, да, у Монштейна, точнее, Монштейна, рунг, рунг, фамилия у него такая труднопроизносимая, командующего 9-го издушной армии в Крыму, вермахта, люфтваффе, точнее, было в два раза меньше самолетов, чем у советской армии. Но на танках не было? Да, про танки особая история. Но я сейчас про самолеты говорю. Но над полем боя его самолеты находились в три раза дольше, чем советские. По причине того, что у него были аэродромы прямо непосредственно, ну, подскока сразу за войсками, то есть он как бы мобильно перемещал эти аэродромы. А советские самолеты летали с Тамани. Их было в три, по-моему, или в четыре раза больше, но над полем боя было полное доминирование немецких самолетов. Потому что аэродромы подскока были непосредственно за войсками. То есть самолет при самолета-вылете находился над полем боя не 10 минут, а 50. Условно. И таким образом, если мы отгоним эти самолеты, штурмовые и вертолеты огневой поддержки подальше от переднего края, то их просто все равно что станет меньше. Вот американцы нам дали эти атакансы кассетные. Вот, пожалуйста, решайте там со своей авиацией, а то вы там действительно потерь большая несете. Но это не оружие, а победа. Вот эти атакансы. Оружие победы будет, когда нам дадут 300 километров фугасные атакансы. Мы лупанем по обоим Крымским мостам железнодорожным и вообще возьмем под дневой контроль логистику на направлении главного удара. И будем иметь еще и полевые средства в поражении. Еще, может быть, у наших генералов и министерства появятся мозги, и у нас еще мины появятся в необходимых количествах для решения как бы дневых задач на поле боя. Вот тогда можно двигаться.